Культпоход 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 В здании Карла Маркса 70 Выставка Которая Говорит О Доступнике с берегов реки Великой Которая посвящена Историю и иконографии Николы Великорецкого Как-то у нас Немножко плавает звук Анна Владимировна, чуть-чуть поближе микрофон Вот, поэтому Вот это в здании Вятского художественного музея У нас Прекрасная посещаемость Идет в селе Рябово На родине Воснецовых В этом году мы отметили 165 лет Со дня рождения пленария Воснецова И туда вывозили Художников на пленар Вот сейчас стоит Начнется золотая осень Я все-таки думаю, что погода будет И золотая осень начнется Ох, как хотелось бы Очень много у нас туда Школьников и туристов Приезжает сейчас Как раз, чтобы захватить последние денечки Есть еще дом-музей Хохрякова Там мы тоже открыли Интересную выставку Посвященную творчеству Николая Николаевича Хохрякова Вот как-то вот Если кратко То вот так Да Но помимо этого У нас проходит еще Очень много интересных мероприятий О которых нам расскажет Софья Да, но вот прежде чем Софья начнет говорить Я все-таки сейчас прямо с афиши скажу Что вот те выставки, о которых Анна Владимировна говорила Там возрастное ограничение ноль плюс То есть можно без возрастных ограничений Пожалуйста События Да, событий нас ждет очень много И, конечно же, первое, наверное, важно Каждые выходные в художественном музее И в филиале То есть в музее художников Хохрякова В Хохряково и в выставочном зале Проходят экскурсии выходного дня То есть практически на все выставки Которые вы сейчас услышали Можно прийти по входному билету И послушать экскурсию А как это происходит? То есть вот надо именно к трем часам подходить? Да, нужно подойти в три часа И актуальное расписание есть у нас на сайте И в социальных сетях Там можно узнать, на какую выставку Проходит экскурсия в субботу и воскресенье И прийти по входному билету А также в сентябре ждет довольно обширная Публичная программа к выставке Живописная Россия Она будет включать и лекции, и встречи И мастер-классы, и, конечно, концерты И первое событие будет уже 16 сентября Это лекция Строганова и Строгановка И 18 сентября уже состоится первый концерт Параллельной программы этой выставки Концерт Станислава Хусаинова И также все расписание у нас есть на сайте Там можно и записаться на эти мероприятия И узнать о них чуть подробнее Да, Строгановка 16+, а концерт Станислава Хусаинова 6+, Я сейчас просто для Роскомнадзора называю возрастные ограничения А вот эта история, эта практика вообще проведения Не только экскурсий и выставок В выставочных залах, в музеях, лекций У кировчан, ну вот, все равно это сейчас раскручивается немножечко Нарастает количество желающих прийти, количество зрителей Да, дело в том, что вот, например, в фойе Вятского художественного музея На Карла Маркса 70 Там очень хорошая акустика И мне кажется, здание строилось несколько лет назад Именно для того, чтобы там можно было проводить концерты И вот ближайший концерт в этом здании У нас Оркестр народных инструментов имени Шаляпина 23 сентября будет делать концерт Совместно с филармонией Вот люди ждут этих концертов И я всегда говорю, что музей у нас даже такая Ну, не то чтобы, ну, условная программа Существует искусство смотреть и искусство слушать И слушать не только лекции Смотреть, да, общаться с интересными лекторами Но и слушать музыку Потому что вот, например, дирижер Вятского симфонического оркестра Он приходил специально на выставку Мысленнородные Чтобы оттолкнуться от произведений художников И от, скажем так, смыслового акцента Была и программа выстроена концерта То есть здесь, на мой взгляд, все взаимосвязано И в выставочном зале под живописную Россию Тоже подбирался музыкант То есть вот это все Это не просто так, не просто совпало То есть выбирали Да, выбирали, планировали, чтобы одно помогало раскрыть другое Музыка помогла раскрыть живопись А живопись способствовала раскрытию музыки То есть здесь вот, на мой взгляд, должно быть очень тесная взаимосвязь И мы стараемся, ну, скажем так, работать в этом направлении Лето для вас, нынешние леты, каким было сезоном? То есть люди, ну, вот в прошлом году, я помню, мы говорили о том Что боялись люди еще ходить, да, куда-то в музеи, в кинотеатры На какие-то публичные мероприятия Сейчас поток посетителей восстановился, все в порядке? Я бы не сказала, что восстановился Вот проанализировав, допустим, Рябово Мы поняли, что спада нет В прошлом году у нас такой вот подъем был Потому что границы были закрыты Некуда было ехать И люди старались Внутренний туризм, да Да, историю своей родины, своей малой родины изучить И вот у нас этот подъем был Но мы смотрели, подъем был на выходные На субботу, воскресенье было очень много машин, транспорта А сейчас это рассредоточилось в понеделе Ну, как бы на все дни Более равновесно стало, да, распределение Но спада нету Как показал анализ здания самого музея Очень много летом было приезжих То есть вот этот туризм, он продолжает развиваться Но мы впервые столкнулись в этом году На выставке «Авангард» на телеге в 21 век Когда люди целенаправленно из других регионов Приезжали к нам Приехали посмотреть выставку, да Вот здесь мы сейчас не можем сказать об этом Но очень много приезжих Это мы видим даже по киоску Который вот у нас очень много интересной продукции У наших вятских художников, о нашем музее Вот разбирают люди в основном приезжие Печатную продукцию, книжную продукцию Ну, скажем так, мы не наверстали То количество посетителей, которое было до пандемии Потому что есть небольшие какие-то ограничения У школ еще Не могут еще массово, да, приводить школьников пока В большом количестве Да, в большом количестве Мы должны их разводить, чтобы не было, допустим, Два разных класса В этом месте То есть вот условия пандемии Мы, конечно же, соблюдаем Но я имею в виду правила и рекомендации Роспотребнадзора У нас продолжается вход в масках Соответственно, расстояние Санитайзеры везде Уборка проходит То есть это все мы соблюдаем Привыкли мы за два года жить В какой-то иной совершенно реальности, получается, да? К сожалению Я очень надеюсь на то, что все-таки Соблюдая все правила Кто-то привившись, кто-то защищая себя Мы все к более-менее нормальной жизни вернемся И все-таки не будем себя лишать радости ходить В том числе и в художественный музей Если мы говорим про те выставки, которые идут сейчас И которые завершаются Самые, наверное, популярные мы можем сказать? Что больше всего привлекало посетителей? Привлекало как постоянные экспозиции, так и временные выставки Но вот в последнее время идет очень большой поток посетителей И на выставку мысленнородная И очень много посетителей смотрят итоги пленера Мы про него говорили как раз недавно В нашей студии мы собирались То есть есть интерес к этим событиям Если говорить о том, что будет Не в рамках проекта «Живописная Россия» Потому что сейчас мы к нему перейдем Что, на ваш взгляд, заслуживает значительного внимания? Заслуживает-то все, понятно, да? Ну вот, Софья, если бы вы, например, были Не сотрудником Вятского художественного музея А просто жителем города Куда бы вы в первую очередь отправились? На текущие выставки На будущие выставки Я, наверное, бы отправилась на выставку Михаила Демидова И эту выставку все очень долго ждали И ждём И, конечно же, эта выставка будет, наверное, таким масштабным открытием И, может быть, так же, как на выставку «Авангард» На неё будут приезжать специально Потому что это действительно тот художник, которого нужно увидеть И через него можно увидеть эпоху Можно увидеть время И, конечно, складывается какое-то представление О художественной жизни Вятки Начало века И давайте мы немножко расскажем про художника, да? Михаил Афаназевич Демидов родился в Вятке Закончил первоначально Казанскую художественную школу Потом Московское училище живописи и вояне изучества Какое-то время жил в Москве Потом вернулся в Вятку И его огромная заслуга в том, что он занимался педагогической деятельностью На примере, может быть, педагогов Казанской художественной школы Потому что там очень ярко можно провести именно с педагогической деятельностью Параллель с известным казанским художником Фешиным У него очень интересная манера письма Именно как у самого художника Но, как я уже сказала, его заслуга в том, что он занимался и в Вятском художественном музее Преподавал в кружке, который был при музее Затем он преподавал в различных педагогических заведениях У него очень много выпускников, его воспитанников Которые поступили большую часть в Москву Закончили, как я уже сказала, различные учебные заведения Стали художниками То есть вот его творчество продолжилось Он, к сожалению, достаточно рано умер Заболев туберкулезом В то время туберкулеза не лечился Было распространено очень болезненно Но с точки зрения как художника Он вошел все-таки в круг вятских художников Как человек, который великолепно писал портреты Творческой интеллигенции Тех людей, которых он очень хорошо знал У него очень интересные детские портреты Он менее известен Практически нет у него каких-то жанровых крупных произведений Нет пейзажей Но вот как великолепный художник-портретист Что даже в то время было, скажем так, не так развито Потому что в то время вятки были в основном художники-пейзажисты Даже Исопов, он портреты писал реже Все-таки чаще писал пейзажи Поэтому Михаил Афанасьевич Демидов Это художник, о котором, к сожалению, мало знают Но если его вставить вот в какой-то ряд художников-живописцев В того времени, в 20-е, 30-е годы А именно тогда раскрылся его талант Это, конечно же, вот, как я уже сказала Фешин, Исупов, Столбов, который тоже писал портреты Ну вот, как у живописца, очень высокий Ну и можно увидеть лица людей, которые здесь у нас жили, я так понимаю Да, да, да Там есть и портреты архитектора Чарушина Есть портреты известных актрис того времени Портрет Мирвольфа, музыканта, который рядом с ним работал И вел музыкальные классы при музее То есть вот все значимые люди в художественной жизни В вятке того времени практически отражены в его портретах Творческой жизни Да, творческой жизни И также у него есть очень интересные портреты его учеников Там вот известная работа «Девушка у зеркала» Это портреты Лидии Николаевны Агалаковой Его любимой ученицы, которая впоследствии тоже стала очень интересной художницей А эта история, она впервые вообще в Кирове происходит? То есть впервые выставляется вот в таком объеме? Или было когда-то уже? Знаете, в свое время начала заниматься этим художником Хранитель львятского, ну тогда Кировского художественного музея Нина Петровна Мартынова И все-таки ей принадлежит право открытия этого имени Вот в том объеме, которое это было Сейчас, мне кажется, мы возрождаем эти традиции И надеемся, что так же, как, скажем так, мы откроем этого художника Заново откроют наши зрители и посетители 15 октября будет выставка, да? Нет? Нет? Раньше открывается? Попозже Попозже? Попозже, да Мы продлили выставку Пластова И чуть-чуть попозже откроется выставка Михаила Демидова Потому что вот у меня в 16 октября Понятно Так, помимо выставки Ну, слушайте, вот история, получается, немножко перекликается То есть вы рассказываете про Михаила Демидова И про то, что он преподавал И фактически вот проект «Живописная Россия», о котором мы сейчас будем говорить Это тоже про это, да? То есть это тоже проект не только для зрителя, но и для художников В этом году, видите, «Живописная Россия» — это проект, который проводится ежегодно с 2016 года То есть это такая долгая история Пять лет уже ему получилось Да, да Но последние годы мы благодаря славе нашего художественного музея Благодаря, ну, скажем так, энтузиазму наших сотрудников Мы завели этот проект в наш город И он каждый раз разный Каждый год тематика меняется Соответственно, меняется смысл и меняется подбор художников Соответственно, фамилии художников разные участвуют в этом проекте В этом году она посвящена именно развитию педагогической деятельности в ведущих вузах нашей страны, которая воспитывает творцов, воспитывает художников Что значит «посвященная деятельность»? То есть во время мероприятий будут рассказывать в том числе о том, куда можно поступить, как работают эти учреждения, их история Вот перед открытием выставки будет встреча и будут рассказывать о том, какие вузы, почему именно они отобраны на эту выставку Нет, там показаны работы педагогов, которые преподавали, возможно, ну, не все, да Которые преподавали раньше в этих учебных заведениях, высших учебных заведений И самое главное, которые преподают сейчас То есть это не только педагоги, да, в хорошем смысле этого слова Но это еще и художники Вот у нас на пленэре был Дубов, который преподает в одном из университетов И его работы будут представлены Антон Стекольщиков, который был у вас здесь Который преподает во ВГИКе Вот он тоже как художник, который вот практикует, который пишет сейчас И вот в этом, наверное, интересно в том числе и эта выставка, которая будет Да, ну и один из участников, Евгений Ромашко, российский художник Академик Российской Академии Художеств И руководитель выставочного проекта «Живописная Россия» Прямо сейчас присоединяется к нам по телефону Он будет здесь, в Кирове, но на следующей неделе, да Мы вот немножко заранее анонсируем Евгений Викторович, здравствуйте Здравствуйте, я вас слушаю внимательно Да, спасибо, что вы нашли возможность к нам присоединиться Уже немножко Анна Владимировна Шакина начала нам рассказывать о том, что такое проект «Живописная Россия» Давайте вот я у вас еще спрошу, как у руководителя А на кого он рассчитан в первую очередь? Все-таки на зрителей или вот на профессиональное сообщество? Мы делаем когда проект, мы пытаемся, чтобы охват был как можно более широким Чтобы, в первую очередь, конечно, для профессионалов Но любое искусство, любой проект, хорошо, качественно сделанный Он имеет более широкий охват и, конечно, рассчитан и на тех, кто любит искусство Кто этим интересуется И, конечно, на молодую публику, на подрастающие поколения На тех, кто учится в училищах, кто собирается поступать в вузы Вот так мы рассчитываем, что проект наш будет работать Вот пять лет проекту, он как-то меняется, видоизменяется? Как может быть публика меняется? Отношение к нему меняется? Проект шестой год будет Это проект шестой уже Значит, проект был задуман как популяризация останковой живописи Значит, ну, всем не секрет, что занимается культура и искусством Что в 90-е годы у нас началось новое время Пришли новые видения, влияния Мы стали более открыты, более широко воспринимать и искусство, и мир, и политику Открылись возможности, люди стали ездить за границу И, конечно же, такой получился соблазн на все новое На все то, что приходит к нам извне И прошло какое-то время, вот сейчас же 30 лет фактически прошло И мы вспомнили, что, в общем-то, у нас есть и неплохое свое искусство У нас огромное количество художников И за 30 лет огромное количество художников Точно создают какое-то количество хороших произведений У нас есть замечательные вузы У нас есть целая, как бы, если можно так назвать, индустрия Производство, ну, изображительного искусства И мы решили сделать такой проект, в котором показать Что же за это время было сделано Собрать ведущих художников и показывать их произведения за этот период Вот, и каждый год мы меняем тему проекта, естественно Так бы он не существовал столько лет Вот, и в этом году проект посвящен Он называется, под названием «Школа будущего» Он посвящен ведущим педагогам ведущих художественных вузов России В основном там Москва, но два ведущих питерских вуза присутствуют Это Репинский и Стиглица И два института, объединенные, правда, в одну тему Это Пермская школа и Красноярский художественный институт Вот, и я хотел бы пользусь случаем поблагодарить, конечно, министерство культуры И министра, любимого Ольгу Борисовну Академию художества российскую, которая поддерживает проект здравоохранительной церетели И нашего президента, Ходжикова Константина Васильевича Президента Творческого союза художников России Который инициировал этот проект за поддержку И финансовую, и моральную Потому что без их помощи, конечно, проект бы не набрал такую силу и такую популярность А как города выбирают вообще? Вот тут Анна Владимировна сказала Благодаря настойчивости наших сотрудников, наших коллег Как вообще Киров попал в этот проект? То есть вы вот, ну понятно, там Москва, Пермь, да А как Киров оказался в этом списке? Маленький, достаточно город У нас в задании должна быть ротация городов Это межрегиональный проект Мы сначала хотели сделать его всероссийским Но условия получения грантов нам чисто технически не позволяют это сделать Потому что у нас очень мало времени, чтобы охватить все города Да, поэтому мы делаем межрегиональным И, конечно же, каждый год некая ротация происходит в городах Мы делали в Пскове, в Смоленске, в Ставрополе, в Кирове, в Саратове Ну, во многих городах Но, к сожалению, мы больше трех-четырех городов охватить за один сезон не можем Не успеваем Потому что мы так выстроена система получения грантов Что мы где-то деньги получаем весной А уже в конце ноября мы должны отчитаться по гранту, все сделать Поэтому очень малое количество времени Нужно собрать работы, договориться с музеями Написать тексты, сделать альбом И я еще хочу сказать, что каждому проекту издается монография, альбом большой В этом году он будет около 600 полос Это как издание энциклопедии Говорящее о художниках, о их творчестве И в этот альбом пишут ведущие искусствоведы Москвы тексты Поэтому мы даже гордимся этим То есть это такое, получается, подарочное такое, да, большое издание Которое можно... А где он как-то будет распространяться, или это вот... Конечно Нет, это не подарочное, это такое, можно сказать, энциклопедическое издание Ну, я имею в виду, да, вот как вот альбомы мы видим, да, какие-то Да-да-да, красочный альбом с иллюстрациями, с биографиями художника Мы пытаемся успеть сделать этот альбом к открытиям выставок Но не всегда получается из-за финансирования Поэтому если альбом мы издаем к концу проекта То мы делаем презентацию в Российской Академии Художеств на Президиуме И делаем рассылку по всем городам, с которыми мы сотрудничаем Ну, в первую очередь, которых выставка проходила И дальше с кем мы дружим Здесь у нас есть возможность разослать этот библиотеки-музей, этот альбом А, то есть он появится у нас, да? Появится в Кирове? Обязательно он появится К сожалению, мы к открытию не успели сделать, потому что Ну, сами понимаете, 12 вузов фактически Ну да 12 кураторов Общие тексты Собрать это нужно сделать хороший макет У нас на очень хорошем уровне все это издание Мы пытаемся сделать, произвести его И потом, конечно, по библиотекам музеев и по высшим учебным заведениям его распространяем Да, Евгений Викторович, еще вопрос такой Вот мы говорим про то, что, ну, такой немножечко профориентационный, что ли Немножко оттенок носит в этом году проект, да? То есть это для, в том числе для тех ребят, кто собирается продолжить свое обучение, да? На более высоком уровне куда-то поступать, может быть, да? Ну, в том числе наши, наверное, ребята, кто учится сейчас в училище Рылова А вот вообще, чему учат современных художников сейчас? И быть художником у нас сейчас, это престижно или нет? И вообще, ну вот, насколько сейчас интерес к профессии? Такие сложные вопросы сразу много задали Да, извините Во-первых, я хочу сказать, что он только отчасти профориентационный Сейчас много времени уделяется молодежи И везде, на всех высоких инстанциях это обсуждается Поэтому, ну, кто такие художники? Это люди, родившиеся художниками Плюс, конечно же, как в любом деле, нужно профессиональное образование И в основном, конечно же, художниками становятся те Бывают исключения, но те, кто получил художественное профессиональное образование Раньше в советское время была система непрерывного образования, очень длительная Сначала художник, ребенок шел в детскую художественную школу Потом он заканчивал среднее училище Потом заканчивал институт И потом еще были такие при Академии художеств Они сейчас есть, курсы стажировки И это на 15 лет все Растягивалось Растягивалось, да Это дольше, чем врачи готовят Да, высочайшее художественное образование Ну, еще в эпоху Возрождения писали умы Что, чтобы стать художником, нужно учиться от 17 до 25 лет Ну, это, как бы, такие те, кто существует Хотя многие это оспаривают Вот И, конечно же, кто учился в вузах Все вспоминают своих учителей В свою молодость, когда мы поступали в институты То шли на имена и на фамилии Ну, если можно вспомнить, привести пример Вот Строгановка, которую я закончил Там Коржев, Филатычев, Васильцев Ну, и другие были художники Но это такие имена, которые знала вся страна и во всем мире Там Репинский институт Это Мыльников, Моисеенко, Еремеев Так далее, Фамины, так далее Туриковский, Салахов, там Королев Мочальский, Теплаков и так далее и тому подобное И мы У нас возникла такая идея посмотреть Что же сейчас происходит Вот эти люди уже ушли Сейчас преподают их ученики И многие из них стали замечательными художниками И реализовались как прекрасные художники И они сейчас передают эти знания Которые получили от предыдущих поколений А те имена, о которых я говорю Они получили в свою очередь Как бы профессиональное образование От тех людей, работа которых висят В Третьяковке, в Русском музее И в других известных, знаменитых музеях нашей страны И вот эта эсофетная палочка, которая передается Мы хотели посмотреть Что сейчас происходит Сделать такой срез С сегодняшнего дня Что же сейчас происходит в УЗА Потому что эти люди формируют Новое поколение творцов Студенты Вот у меня в Строгановке Учатся тысячи человек И все Более-менее проходят через кафедру живописи Получают образование И многие из них станут Такими именами Которого будет гордиться наша страна Вот И кто их научил Кто вкладывал в них Вот мы показываем в этом проекте Вот этот срез Что за люди сегодня формируют наше будущее Поэтому и под названием у него Школа будущего Отлично Спасибо Я очень рассчитываю на то Что с Евгением Ромашко Можно будет кировчанам пообщаться Это вот на следующей неделе фактически Когда проект открывается Евгений Викторович к нам в город приедет Спасибо большое Что поговорили с нами До свидания У нас будет встреча со зрителем Перед открытием во вторник И я хотел сказать Я услышал часть разговора вашего Что о каждом вузе У нас есть информация И люди которые Будут на выставке Будут знакомиться с изданием Они о каждом вузе узнают И это будет такое Библиотечное издание Для будущих Ребят молодых Которые будут выбирать То место Куда им хочется поступить Отлично То есть это вот Просто возможность Прямо вживую пообщаться Все вопросы задать Спасибо большое Вот это мы и работаем Спасибо вам Спасибо большое Евгений Ромашко С нами был на связи Мы просто сейчас бегом убегаем На рекламу Вернемся и продолжим Культ поход О проекте Живописная Россия Говорим С нашими гостями Анна Шакина Директор Вятского художественного музея Кандидат в кустовое ведение Ей Софья Пикулева Заведующая отделом Проектно-коммуникативной деятельности Вятского художественного музея Мы давайте наверное не будем Перечислять все события Которые в рамках проекта Будут в Кирове Да Просто ну основные Да Строган и Строгановка Про них мы говорили Про концерт Станислава Хусейнова Тоже говорили Еще у меня на сентябрь Концерт Константина Юдевичева Мастер-класс заслуженного художника России Сергея Горбачева Творческая встреча Заслуженным художником России Татьяной Тимкиной Вот все события Можно либо на сайте Вятского художественного музея Либо в социальных сетях посмотреть Там же возрастные ограничения Так что Пожалуйста Заходите Смотрите Выбирайте Куда вы хотите отправиться И еще одна важная деталь Которую мы конечно Должны Слушателям Напомнить Это история С пушкинской картой Так называемой Вот недавно Совершенно эта новость Прошла Про то что Сейчас у молодежи Будет возможность Ходить И пользоваться Там да Вот Ну практически бесплатно Ведь они могут По ней походить Да На карту В этом году будет Ну как Говорит Министерство культуры Российской Федерации Сумма 3000 Вот И эту сумму Можно будет Потратить На театры На концерты На музеи А на следующий год Эта сумма Будет больше Так как Здесь не полный год Решили 3000 На следующий год Это будет 5000 И вот мы как раз Включаемся В программу Пушкинской карты Это Известно Что у нас уже Отдельные учреждения Культуры Подключились К этой системе В Кирове В Кирове И спрос у населения Есть Люди уже По Пушкинской карте Приходят И на спектакли И на экскурсии Вот у нас Как раз Занимается Пушкинская карта Я думаю Что она поподробнее Какие-то моменты Может Да Мы сейчас находимся В стадии Подключения К этой системе И В Вятском художественном музее По Пушкинской карте Можно будет посетить Постоянную экспозицию С экскурсией То есть будет расписание И если вам от 14 до 22 лет То на госуслугах Можно будет получить Эту карту И на сайте Купить По этой карте Билеты То есть для Тех у кого Эта карта есть Посещение Совершенно бесплатное И постепенно Мы планируем Подключение К этой карте И других выставок Не только Не только Постоянную экспозицию Да, начнём Вот попробуем Тебя Попробуем спрос А потом уже будем Подключать Различные Ну скажем так Более сложные мероприятия Все события Которые в музее проходят С какого примерно Времени Это всё начнётся То есть это уже Вот я так понимаю На низком старте Да, уже на низком старте Совсем скоро Примерно после 20-х чисел Поэтому следите За событиями на сайте Мы сразу же анонсируем Открытие билетов И можно будет Приобретать билеты И приходить На экскурсии По постоянной экспозиции Спасибо Прямо ждём Я думаю Родители школьников Вот очень ждут Этой возможности В Кирове Да Давайте мы сейчас Быстренько попробуем Разыграть несколько призов Потому что у гостей наших Я знаю Есть два простых вопроса Один сложный Да Список призов Очень быстро Развучиваю У нас есть Пригласительные В кинотеатры Смена и дружба У нас есть Пригласительные В театр на Спаск И на 24 сентября Череп из Канемары Ограничение 18 плюс Пригласительные Вятскую филармонию На концерт Оркестра народных инструментов Имени Шаляпина Это концерт-открытие Фестиваля земляки Возвращение на Вятку 12 сентября Ограничение 12 плюс И книги от магазина Читай город Александр Радаев Парнастский пересмешник 16 плюс И Александр Бушков Русский шерлок холм С историей русской полиции Тоже 16 плюс Возрастное ограничение Читай город Нам помогает с книгами Пожалуйста Торговый центр театро Торговый центр Крым Развлекательный центр МАКС И ТРЦ-фестиваль На Волково Ну и пригласительные Конечно От наших гостей На выставку Живописная Россия Каждый из них На две персоны По этим билетам Насколько я понимаю Можно попасть И на лекции тоже То есть не только посмотреть Но и послушать Вопросы Первый вопрос будет легким Связан с выставкой Живописная Россия Мы говорили О учебных заведениях И вопрос такой Назовите старейшее Учебное заведение Которое готовило художников Да Которое готовило художников Вариант первый Санкт-Петербургская Академия художеств Имени Ильи Репина Второй вариант Московский художественный Институт имени Сурикова И третий вариант Московская художественно-промышленная Академия Имени Строганова 211-101 Пожалуйста, звоните Я думаю, что даже если вы Не знаете правильного ответа То можно из трех вариантов Угадать Да, можно угадать И прийти на параллельную программу И узнать о них подробнее Как мы уже рассказывали Лекция пройдет О Строганове И Строгановке А 30 сентября Татьяна Евгеньевна Тимкина Заслуженный художник России Расскажет О Санкт-Петербургской Академии художеств Имени Ильи Репина То есть она там училась И можно будет Прямо впечатлением Может поделиться Поделиться впечатлениями Добрый день Как вас зовут? Здравствуйте Александр Да, Александр Давайте бегом Мало времени У меня что-то с телефоном было Вы не слышали Так Назовите старейшее учебное заведение Которое готовило художников Первый вариант Санкт-Петербургская Академия художеств Имени Ильи Репина Второй вариант Московский художественный институт Имени Сурикова И Московская художественно-промышленная Академия Имени Строганова Строганов Увы Так, это неправильный ответ Ладно, Александр Мы вторую попытку вам дадим Мы добрые Репин Да, совершенно верно 1757 год Московская художественно-промышленная Академия имени Строганова Была основана в 1825 году Но об этом подробнее расскажут Уже на лекции 16 сентября А вы проект Живописная Россия Александр, какой приз вы хотите? Книжку про полицию Книжку про полицию Все, она ваша А мы переходим К сложному вопросу Да, сложный вопрос Без вариантов ответа Да На лекции о Строганове Мы поговорим Зрители услышат О Вхутемасе и Вхутеине Ой, ой Да Сложная аббревиатура Но можно прийти Узнать, что это такое Студенты Вхутемаса Создавали множество проектов На своих занятиях И эти проекты Должны были отвечать Одному принципу Который Задавал преподаватель И преподавателем Этим был Владимир Татлин И у меня такой вопрос Какой принцип Какой принцип Да То есть Немножко расскажу Что в Хутемас Проекты были Дизайн проекты То есть Это создание Неких объектов Предметов Мебели То есть Каким принципам Они должны были отвечать Так Сейчас будем угадывать Добрый день Добрый день Татьяна Да Татьяна Я думаю Что они должны Отвечать Натуралистичности Точности Расположения И Нести Характер Ох Так ли это Софья Ну я бы сказала Что наверное Не совсем Наверное Не совсем Татьяна Давайте дадим Возможность Еще кому-то Успеть Попробовать Ответить Правильно А можно Второй вариант Попробовать Ну давайте Бегом Тогда Тогда Мне Должно Передавать Ну как бы Смысл Идею Этого Предмета Чему Призывает Дизайн Дизайн Не совсем Так Тут Скорее Нужно Оттолкнуться Наверное От предметов Допустим Стол Стул Какими Они должны Быть Они И годы 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 30 Годы Какими Должны быть Предметы Простыми Так И Ну 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 Я думаю Можно Наверное Ладно Давайте Засчитаем Вам За ответ Простые С подсказками Мы Продрались Через этот Сложный Вопрос Так Мне Нужен Подарок 11 Летней Девочки Ох У нас Для 11 Летней Девочки Даже Не знаю Что и есть Можем Билеты В кино Подарить Нет Она Татьяна Татьяна Давайте После Татьяна Прошу Прощения У нас Просто Время Эфира Заканчивается Я Позвоню Попозже Ладно Или Не Отключайтесь Сейчас Мы С вами Поговорим Простыми И какими Удобными И удобными Простыми И удобными Дело в том Что Софья Да Не успеем Прочитают Все в гугле Спасибо Большое Нашим гостям Анна Шакина Софья Пикулева Были сегодня у нас Говорили о проекте Живописная Россия И о событиях Осени В художественном музее Культ Поход